Девочки, мальчики, всем привет! Вы на канале QDN Vlogs. Сегодня будет очень, как по мне, интересное видео. Я вам буду рассказывать, что находится у меня в сумке. Покажу свою сумку. Но это будет непростое видео. Я достала свое видео из бьюти-канала, где я последний раз снимала про свою женскую сумочку. Я буду смотреть, периодически показывать, что изменилось на данный момент, а что нет. Видео снято, по-моему, 2014 годом, а сейчас 2022. И посмотрим, насколько мои предпочтения сейчас актуальны по сравнению с тем видео. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной, потому что мне очень интересно. Кстати, тогда я не знала, как назвать канал. Мой канал назывался E-NAT-3. Ну что, поехали! Привет, друзья! Сегодня день 8 марта. И за окном хорошая погода, хорошее настроение, тепло. В этот день я хочу записать видео чисто женского формата о том, что находятся в моей сумке. Она у меня уже другая, сойдет. Я сейчас смотрю на себя. Я тогда рисовала стрелки, прям начиная вот отсюда и весь глазик зарисовала. Туда оказались такими огромными прям, ух, как у кота. Режима немножко поменялась, поэтому будем сегодня разбирать то, что лежит в моей сумочке. Вот такая у меня на данный момент сумка. Она мне нравится. Такая она простая. Ничего особенно нет. Единственное вот такое вот деревце. Может, это какой-то лейбл, какой-то знак, я не знаю. Сумка далеко не фирменная. И это меня, если честно, никак не печалит. Но скажу, что это еще не идеал моей сумки, потому что я все-таки еще ищу ту, которая мне будет нравиться. Немножко другого форма я хотела, но это был подарок, поэтому не дали нам оконю, зубы не смотрят. Но мне... Ой, я аж расплакалась. Такое чувство, как будто я смотрю на себя лет в пять и такая достальхия накрывает. Прям расплакалась, девочки. Короче говоря, сейчас смотрю на эту сумку, понимаю, что это полнейший отстой, как форма, так и этот лейбл. Цвет, она была ужасная. Но на тот момент мне она казалась классная, потому что у меня не было хороших сумок. И, кстати, потом эта сумка очень помялась, и это дерево я просто оттуда вырвала. И на место дерева я хотела сделать какую-то наклейку. Я, по-моему, ее и сделала и ходила еще с ней. Но сумка была ужасная. Не знаю, почему я сейчас видео так хвалю. Она мне сейчас вообще не нравится. Ну, конечно, столько времени прошло. Сейчас, на данный момент, я хожу с вот этой сумкой, которую купила последний раз. Вы ее знаете, вы ее видели. Ой, тут карман закрыл. Короче. Вот с этой сумкой, черной. Вы ее видели в видео про мои сумочки. И она просто навалена всяким хламом. Но этот хлам весь нужный. Поэтому предпочтения изменились. Я пришла больше к стандартному стилю. Черно-белые, что-то сумки. В основном светло-темные и серые. Нет уже таких какашечных оттенков явно. Мне эта сумка очень нравится. Здесь внизу даже есть такие вот подставочки. Я уже успела вымазать немножко. Вот. Очень мистительно. Очень классная. На весну то, что нужно. Сразу скажу честно, в сумке я не убиралась. Поэтому там у меня сейчас творится полный бардак. Я даже это покажу. Вот так здесь все сложено. Потому что сейчас у нас мини-каникулы на работе. Я сумку подчтение ластовую. И просто вот, знаете, все сложило. И оно ждет своего часа, когда я это все буду разбирать. И, видимо, сейчас пришел этот час. Итак, начнем. Первое, что лежит у меня в сумке, что я достаю, это перчатки осенние мои. Скоро будет очень потеплело. Вторую не могу найти. Очень потеплело. И пора уже переходить на такие перчаточки. Но сегодня очень тепло. Думаю, сегодня пойдусь без них. И они у меня всегда лежат в сумке. Потому что очень часто забываю их с собой взять. Следующее, что это моя косметичка. То, которое мы, как всегда, по старинке и по традиции разберем в конце видео. Вот это моя косметичка. Я уже показывала в своих покупках. Оставим ее на потом. По поводу косметички. Я сейчас вам покажу. Она у меня улетела. Я себе купила обалденнейшую косметичку в Авроре. Вот такую вот. Она очень мистительная. Очень большая. Но так как я хотела маленькую сумочку. Сейчас вам покажу. Я достала свою старую косметичку. Я ее переложила. Эту косметичку мне в подарок прислали с Makeup UA. И сейчас пока хожу с ней. Но я вам все равно покажу, что там находится часть вещей. И что здесь находится. Обязательно. Обязательно у меня должен лежать в сумке блокнот. Вот это мой сейчас ходовой блокнот. Здесь я записываю идеи видео. Какие-то пометки подарков. Какие-то сценарии. Еще какой-то. Или берду. И вот нравятся мне вот такие блокноты. Очень удобно носить с собой. Легенький. В сумке помещается. Классный. Плоский. Удобный. Раньше я любила с собой таскать один блокнот. Всегда туда что-то писала. Сейчас уже после 8 лет. У меня все так же. Их куча этих блокнотов. Я, кстати, недавно еще один себе купила. Не знаю зачем. Но я все теперь записываю в телефон. У меня пометки Google Keep. Я все пишу туда. И всегда смотрю, что мне надо сделать. Подарки. Те же список. Не важно. Сейчас мне стало больше удобно пользоваться телефоном. Потому что я с ним 24 на 7. А блокнот занимает много места в моей сумке. Сейчас. В течение блокнот. Следующее, что у меня обязательно всегда влют в сумке. Это пакет. У меня он очень выручает. Всегда выручает. Я просто не понимаю, как можно идти в город, не имея с собой пакета по-любому. Что-то захочется купить. И это все нужно будет нести где-то. А в сумке я вот не хочу нагружать. Потому что ручки все-таки слабые у сумок женских. И они не рассчитаны на то, чтобы в них, например, нести килограмм картошки. Дальше. Вот это хороший момент. Да, я люблю пакеты. Мне в паку покупать всегда новый пакет в магазине. Плюс бывает, ты покупаешь пакет в АТБ. Идешь в какой-то маленький супермаркет. Как-то неловко там доставать пакет не их фирмы. Я нашла для себя идеальный выход. Я купила себе шоппер. Без опознавательных знаков. Но у меня непростой шоппер. Сейчас покажу вам. Вот такой с таким котом красивенным. Обычный черный шоппер на замочке. И размер такой, что туда многое не положишь. И очень довольна. Не забываю носить. Всегда с собой. Очень вместительный и удобно носить. Как на плече, так и на руке. 140 гривен. Купила в каком-то хозяйстве в магазинчике. Очень классная вещь. Или же я до этого пользовалась шопперами из АТБ. Прям такие тоже тряпочные. Но там есть всего ли КТБ. Поэтому решила отойти от этого. Теперь буду пользоваться таким лайфхаком для себя. Стою свою зарядку. Зарядное устройство у меня не поменялось с прошлого раза. Только немножко перемотанное. Потому что сумки наваляются как попало. Едем дальше. Что у меня дальше? Здесь лежит мой любимый косолек, с которого выпадает денежка. Тоже показывала в своих покупках. Очень классный, удобный, компактный, мягенький. И тут как всегда ничего нет, потому что все на карточках. Очень мне нравится. Про этот кошелек. Он очень долго у меня жил. Он был кожаный. На этот Новый год Саша мне подарил такой большой синий кошелек. Кто не видел в лоб, посмотрите с Нового года. Там показывала подарки. Не буду сейчас доставать этот кошелек. Он по размеру вот такой. Он огромный. Он просто занимает всю сумку. Поэтому я решила себе купить на время вот такой маленький. Во Вроре за 100 гривен. Я очень довольна. Он вместительный, компактный, очень красивый цвет. Поэтому любовь к маленьким кошелькам у меня осталась. Но большая тоже люблю, если большая сумка. Кошелечек и подсумку. В принципе, я думаю, подходит. Неважно. Так, что еще? Обязательно у меня в сумке должен быть дезинфикатор для рук. Потому что я не то, что брезгливая, а просто не люблю, когда грязные руки. И если я хожу по магазину, что-то беру, трогаю, затвер трогаюсь и сразу обрабатываю руки. Потому что сейчас можно подходить к любую просто заразу. Ну и много всяких неприятных вещей, которые наши. Во время коронавируса я тоже с собой начала носить санитайзер. Я, в принципе, его никогда не выкладывала в сумке. Еще до начала карантина всяких вирусов я всегда с собой носила. Я прям не люблю, когда грязные руки. Если что, то беру я постоянно это забрызгиваю. У меня тоже он был. Но я в последнее время им не пользовалась. Плюс мне вообще не нравился его запах. Поэтому я оставила его дома. Пырская на кисточке, на поверхности. С собой ношу просто влажные салфетки для того, чтобы протереть руки. Но, возможно, я куплю себе какой-то гелевый санитайзер. Потому что он иногда спасает при контакте с деньгами, например. Мне нужны. Поэтому обязательно носите с собой вот эту штуку. У меня сейчас спрей. Полюбила больше спрея, потому что быстрее это побрызгать, чем растирать гель в руках. Вот так. Еще остался у меня это, видимо, с прошлой недели. Вот такой вот флюид от Доктор Сат. Это жидкий шут для волос. Я его беру с собой в сумку в понедельник и в четверг. После того, как помою голову, на следующий день иду на работу. Беру вот эту штучку и увлажняю свои кончики волос. Потому что после... Вот этого я вообще не помню. Я не помню, нахрена я носила с собой на работу уходовое средство для волос. У меня сейчас нет такой привычки. Максимум, что я могла носить летом, это лак для волос. Для того, чтобы это все запырскать и оно не летело в глаза. Потому что у меня очень пушистый волос. Но я, походу, носила этот флюид реально мазала им кончики. Настолько мне было скучно на работе, походу. Но сейчас бы я такую ненужную вещь вообще в свою сумку бы даже и близко не положила. Видим дальше. Все они немножко сухие. Еще с собой стала носить вот тоже подарочный вот такой, как это сказать, миниатюрка, пробник. Я не знаю, как это правильно назвать. Маленькая баночка аромата, потому что весна, хочется пахнуть, хочется свисти кольцами. За 8 лет ничего не изменилось. Я также люблю этот аромат Girl. У меня уже было, наверное, 3 штуки. Саша мне на Новый год купил, на весну купил. По шуму еще просто подарил. Но, к сожалению, он не стойкий. И мне пришлось от него отказаться. Потому что за свою сумму он вообще не стойкий. Но этот аромат Цитр просто выбивает меня искренне. Очень это нравится. В замене этого я сейчас с собой ношу. Сейчас покажу, подождите. Сейчас я пробую Маскина Той и Маскина Фани. Очень нравятся эти два варианта. Вот такие маленькие штучки я себе покупаю на разлив. И пыль скаюсь. Мне они нравятся больше по стойкости. Но не факт, что я когда-нибудь вернусь к Girl, потому что они тоже классные. Светочек с собой носила в косметичке. Сейчас покажу. Типа пульверизатора. Что-то, куда нужно заливать духи. Вот такой вот с Bindcoins. Видите? И она открутится. Туда нужно заливать. Мне такой вариант не нравится. Потому что это все разливается. Сама баночка ненадежная. И отсюда она быстро выпрызгивается. Потому что очень сильный распылитель. Не знаю. Наверное, выложу это из сумки. Хотя, сейчас я считаю, это очень классный вариант. Но, к сожалению, пока таких пульверизаторов я не могу заказать с Алиэкспресс. Очень долго будут идти. А у нас они стоят очень дорого. Вот такой вот аромат я ношу у меня. С пимочком, по-моему. Да, цитрусовый аромат. Очень нравится. Очень компактный. И, несмотря на то, что он такой маленький, очень... Еще заметила синие ногти. Я тогда любила всякие яркие оттенки. Синий, красный, розовый, фиолетовый. Сейчас молочный клинит. Розовый. Розовый. Розовый у него небольшой. Потому что спрей у него нормальный. Не то, что вот в этого. Стала, опять же, носить крем для рук. У меня сейчас вот такой отдав. Питательный крем. Очень жирненький. Потому что, почему-то, руки стали очень сохнуть по приходу весны. Да и, в принципе, зимой они у меня сюда всохли. Очень жирный крем уже. С января месяца использую. До сих пор он у меня не закончился. Очень такой питательный. Отстойный вообще крем для рук и вообще для тела и для всего, который можно было только придумать. Но мне, помню, его просто подарили. В каком-то наборе я его использовала. Он нифигашечки не делал. В общем, фу-фу-фу. Сейчас я тоже ношу с собой крем для рук. Постоянно покупаю новые. В этот раз я купила себе Bio Aqua. Вот такой зеленький кремик. Очень классный. Быстро впитывается. Очень спасает. У меня уже, видите, он уже на исходе. Скоро будет за новым. Если вы помните предыдущее видео о том, что я носила в своей сумке, то вы, наверное, помните мою косметичку розовую, которую я очень хвалила. И сейчас моя косметичка, точнее, то, что от нее осталось, выглядит вот так. Я сделала из нее мини-пенал, потому что все мои ручки очень неудобно валялись по всей сумке. И все это конкретно вымазывалось. Так, следующее, что я достаю из своей сумки, это маленькая бутылочка раствора для линз. Тут совсем немножко так вот дорожный вариант и контейнер для линз. Потому что недавно случился такой случай, что я шла с ночёка. Да, я рано с собой тускала огромную вот эту банку. Она у меня, кстати, до сих пор живая. 8 лет эта банка у меня живая. Просто она очень удобная брать с собой в поездку. На данный момент я нашла для себя альтернативу. Тоже сейчас покажу. Единственное, найти, где она лежит, потому что я в сумке не убиралась. Просто тут что-то голову сломает, если так выразиться можно. Я себе купила вот такой дорожный вариант. Кейсик, в котором у меня находится контейнер для линз. И маленький растворчик вот такой. Ну, то есть, колбочка, туда нужно налить раствор. Ещё тут были щипчики для того, чтобы достать линзы. И такое присосочка, но я выложила. И зеркальце. Этого вполне хватает, если там переночевать 3 дня. И очень компактно носить в сумке вместо вот этого огромного набора с бутылкой. Ещё у меня здесь обязательно лежат мои наушники. Вот в таком вот чехле из Китая. Уже сто летому чехлу, но он ещё нормально функционирует. Вот тут лежат мои наушники старейшие. Соседи вот именно. Кейс реально классный. Наушников уже нет в живых. Уже это, наверное, мои... У меня уже после них было, короче, двое наушников. А кейс ещё живой. Сейчас у меня здесь лежат наушники для моего предыдущего телефона. Вот чёрненький кейс, живой. Правда, кошка его немножко погрызла. Он такой побитый жизнью, но ещё живой. Я здесь храню эти наушнички. Меня всё устраивает. На данный момент я тоже с собой ношу наушники. Так как у меня поменялся телефон, Саша мне подарил вот такие наушники. Redmi. Пускай мне телефон Samsung на наушники Redmi. Вот такие милашечные, вакуумные наушники. Беспроводные. Которые всегда со мной. Если я хочу посмотреть что-то по дороге, фильм или постучать музыку, они всегда меня выручают. У моей сумки это пачка сухих и влажных салфеток. Без них я не могу. Это просто must have. Как вот модно говорит на ютуб. И ещё в маленьком отделе здесь у меня в пакетике лежит губка. Обычная губка, которая мыть посуду. Потому что я очень часто хожу в замшевой обуви. И лучше всего с очисткой замшевой обуви справляется губочка. А ещё я носила тогда с собой и крем для обуви, потому что у меня были жуткие зелёные сапоги из кожи, которые постоянно надо было подкремливать. Подкремивать крем. Как это правильно сказать? Сейчас я такой ерунды с собой не ношу. Мне хватает просто влажных салфеток, чтобы протереть свои кроссовки. Но ношу, чтобы если вдруг загрязнилось, быстренько чистить и быть красивой и опрятной. Так, значит, основные отделения закончены. У меня есть ещё потайной карманчик, в котором я ношу свой паспорт, потому что там у меня большинство справочек, каких-то нужных бумажек. Уже, конечно, обложка стёрлась. У меня, кстати, новая фотография. Уже намного красивее, чем была. И вот очень удобно, если нужно, например, собрать посылку, и с работы не нужно уже бежать домой за паспортом. Просто иду с работы, сразу забираю посылку. У меня сейчас паспорт остался тот же. Я хотела себе сделать пластиковый паспорт, но как-то ленюсь сюда идти, потому что у меня помялся. Я себе, ну, я сейчас работаю в фотостудии, у нас есть обложки на документы, на паспорта. Я себе взяла вот такой, купила красивый кожаный тихорчик для паспорта. Очень мне нравится, и всегда удобно найти в сумке паспорт. Ещё раз хочу показать вам, какой я была. Как бы вам показать. Это мне здесь 16 лет. Просто красота неописуемая. И свою фотографию, которую делала сейчас уже у наших конкурентов. Намного лучше, конечно, но если бы я знала, что будет работать в фотостудии, в этой вообще на суще тут, я бы пошла сюда и сделала тут классную фотку. Осталось ещё маленькое отделение сзади. Сумочки здесь у меня в основном хранится то, что мне нужно в первом доступе. Это, ну, что, конечно же, пропуск на работу. У нас вот такие пропуски пластиковые. Так, мой любимый фруктовое сияние вишни-невеевский бальзамчик для губ. Уже новенький, классный, вообще суперский. О, парочка стоит и сводится. Этот бальзам у меня всё так же есть. И не только бальзам. Об этом я расскажу, когда буду показывать вам свою косметичку. Химпатичное двое. Дальше, конечно же, ключи с кучей белков, потому что нужны ключи, чтобы тарахтили. Их можно найти было в сумке. Сейчас у меня три связки ключей. Рабочие, домашние и ещё домашние. Поэтому ношу все три с собой. Без этого никак. Такова жизнь. Надо много ключей. Всё, не хватает ключей от собственной квартиры и от машины. Пачка Orbit. По предыдущему видео, я думаю, вы поняли, что я люблю Orbit. У меня постоянно. За 8 лет поменялось моё предпочтение в жвачках. Теперь я уже юдирол. Мне нравятся они больше. Но я покупаю сейчас очень много вкусов. И долго, короче, их искать в сумке. Я придумала для себя лайфхак. Вот такая вот упаковочка для заколочек у меня есть. Я её помыла. И сюда высыпаю все жвачки, которые у меня есть. Достала, заживала и положила обратно упаковочку в сумку. Мне так нравится больше. Единственный минус, когда я иду, это всё тарахтит. Но вот такую задумку я хотела уже давно. Но сейчас пока мне это нравится. Она валяется в сумке. Без неё просто нельзя. И всё. И осталась косметичка. Я сейчас буквально за пару минут. Я вам не скажу, что это. Осталась косметичка. Но у меня в сумке ещё это не всё. Давайте посмотрим, что тут ещё лежит. Последнее время... Ну как последнее время? А последние годы, когда я начала заниматься конкретно зубами, я перешла на зубную нить. И очень классный лайфхак. Носить с собой вот такую маленькую зубную ниточку, которая очень спасает. Я люблю эту нитку доктор Морген. Сейчас меня не найдёшь в нём с огнём. Я не знаю, кто это был производитель. Единственное, что осталось от него, вот эта маленькая версия, которую я тащу с собой и постоянно в любую сумку. Дальше я ещё люблю с собой носить вот такие холс. Ледянки. Леденцы. Они очень мятные, свежают. Иногда не хочется жвачки. Хочет что-то такого вкусненького. Поэтому покупаю холсы. Что тут ещё? Какие-то бумажки. Колпачок с флешки. По сути, в этом маленьком отделении всё. Что в большом отделении ещё у меня лежит? В большом отделении у меня обязательно лежит какой-то пакетик для желудка. Но у меня лежит сюда косметичка. Я в видео показывала, что я носила с собой раньше таблетки в кулёчке, а косметику отдельно. Сейчас я совместила самую важную косметику и таблетки в косметичку, ношу всё в одном кармашке. Косметички покажу вам тоже. Расческу я ношу теперь вот такую. Раньше носила красную плоскую расческу, но так как я теперь могу делать хвосты на работе, мне нужна массажка, которую я давно не чистила. Она вся в волосах. Покупала, по-моему, её в гелье, но пока очень нравится. И по размеру тоже и сумку влазит. Но буду, наверное, искать ещё какой-то вариант. Очень такая обширная и большая для сумки. Ещё с того времени я всегда с собой хотела носить воду и что-то перекусить, потому что бывало вообще забывала про еду. И наконец-то, спустя несколько этих лет, я начала с собой носить какие-то батончики. Типа вот таких я покупаю в ЭТБ. Воду не ношу, потому что её сейчас можно накупить на любом шагу, а вот что-то перекусить в сумке должно быть обязательно. Несмотря на то, что у меня в косметичке лежат запасные прокладки, в маленьком карманчике, я всё равно с собой ношу тяжёлую артиллерию под названием Faberlic, которой сейчас уже у нас нет на рынке. Но товары у них были классные. И я их берегу как зенит с улока, экономлю, всегда оставляю на всякий случай, потому что они реально крутые. В принципе, вся сумка пустая. Видите, когда она пустая, у неё карман так не оттопыривается. Теперь давайте разберём косметичку. Я думаю, старое видео уже не буду поднимать, потому что там будут совсем другие косметические средства. Просто покажу вам, что у меня в косметичке и посмотрим, насколько всё сейчас изменилось. Я уже вам показывала, что я ходила вот с этой косметичкой, очень классной большой косметичкой, в которой тоже лежат гигиенические средства и куча таблеток. Обязательно. Разные таблетки. Я ношу теперь в косметичке. Как всегда, гора резинок. Обязательно. Без этого никак. В последнее время я начала носить с собой маленький антиперспирант. Вот такой я купила в Еве. Он специально для сумочки. Написано, возьми меня с собой в сумку. Потому что как-то мой дезик меня подводил. Но так как сейчас уже не лето, я так не потею, слава богу, я его уже не ношу, потому что он такой довольно увесистый. Но как лайфхак, вот такой маленький вариант, это очень удобно. Ну, что, давайте разберём, что сейчас я ношу в своей косметичке. Я заодно посмотрю, что там вообще есть. Потому что я туда редко заглядываю. Естественно, таблетки. Ещё один пакетик с фальгеля. Таблетки. В основном я ношу с собой таблетки от боли в животе, от головной боли, от давления. и белый уголь от диареи или от расстройства, от травления. Вот он, кстати. А, ещё ношу корвалмент, потому что была я иногда нервничая. Конечно же, резиночка. Ношу, помните, я рассказала в старом видео, что не верю, ношу с собой. Я её ношу, только теперь я купила какой-то другой аромат. Мне цвет не нравится, но губки увлажняют хорошо. И ещё ношу с собой Color Stick Glammy. Вот такая помадка. Раньше была, сейчас их уже нет, но она очень классная, потрясная. Я её оставила для сумки. Очень увлажняет губы и придаёт классный цвет. Вот, кстати, из тех старых серий вишнёвый бальзам, который почти закончился. Надо его выкинуть. Нравятся мне эти бальзамчики. Оставляю в сумке обязательно. Остатки тонального крема афинитон, если нужно подкраситься. В каком? В 0,2 оттенке. Остатки. Обязательно кисточка для макияжа. И маленькая пилочка. Вот такая. Раньше я носила с собой две огромных пилки в каком-то чехле. Я это показала в видео. Если захотите посмотреть полную версию видео, обязательно зайдите, посмотрите на видео. И на видео канал. Там дальше я ещё рассказываю про свою косметичку. Но сейчас вот этот вариант намного лучше. Она и пилит классно. И места занимает в косметичке очень мало. И это всё. Больше ничего в косметичке нет. Я старалась сложить свою сумку по минимуму, потому что таскать с собой просто всю квартиру я больше не могу. Естественно, если у меня сумка большего размера, я туда беру больше вещей. За день туда может что-то попадать, что-то уходить. Но в основном набор сумки мой сейчас вот такой. Что-то поменялось, что-то осталось прежним. Но я всё-таки вижу, что свожу свой набор сумки до минимума. Это меня очень-очень радует. Напишите, пожалуйста, что у вас находится в сумке неизменно из года в год. Мне будет очень интересно. Напишите свои впечатления от этого видео. И скажите, какое ещё видео вы бы хотели увидеть такого плана, сравнения или какой-то может реакция на старое видео. Я дознаю сниму, мне это очень интересно. Вам большое спасибо, что вы были со мной. Буду снимать для вас ещё такие видео. Всем спасибо. Всем пока.